Братья и сестры, мы откроем два текста Святого Писания и прочитаем. Буду читать Псалом 113, текст, начиная с 19 стиха. Псалом 113, у кого есть Библия, открывайте, прочитаем вместе. Читаю текст с 19 стиха. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь ищет. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Аронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Псалом 111. Читаю три первых стиха. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его, сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, правда Его пребывает вовек. «Во тьме восходит свет правом, благ он и милосерд и праведен». Это четвертый текст. Братья и сестры, проповедь моя будет выражена в нескольких словах. Я имею в виду темы проповеди. Боящиеся Господа, благословенные. Но в качестве небольшого вступления хочу передать вам привет с Петербурга. Я у вас давно не был. У нас сегодня крещение. У вас было вчера, я порадовался. А у нас сегодня тоже второе крещение в этом году. Церковь растет по милости Господа. Мы около 30 человек молодежи, наверное, приняли в этом году в члены. Но молодежи у нас уже 150 человек. Церковь почти 530 членов уже стала. Мы строим второй молитвенный дом. Ну, строительство идет, на мой взгляд, хорошо. Хотя, конечно, с трудностями. Не без этого. Но Бог благословляет. И если вы будете содействовать нам в строительстве и помолитесь за нас, братья и сестры, мы будем вам благодарны и будем рады. А если кто-то приедет и поучаствует в строительстве, вас Бог благословит. И нам будет хорошо. А когда вам потребуется помощь. А в общем-то мы так должны работать на перспективу и молиться. Чтобы и вы когда-нибудь начали еще один молитвенный дом строить. Мы тоже будем вам помогать. В одном братстве находимся. Братья и сестры, сейчас я хочу поделиться назиданием. Проповедь моя будет носить немножко разъяснительный характер. Мы прочитали два текста Святого Писания. В этих текстах прослеживается такая мысль, что боящиеся Господа, они благословенны. Что значит благословенный? Благословенный, то есть, другими словами, счастливый или благополучный. Вообще, мне разъяснить слово благословенный сложно. Братья и сестры, я по словарям пытался это слово для себя уяснить. Сложновато. Но вообще, это слово мы часто встречаем в Библии. Например, послание апостолов часто начинается такими словами. Послушаем внимательно. Я цитирую первое послание апостола Петра, первую главу. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. Как величественно, как торжественно, как прекрасно апостол Павел, простите, Петр, начинает говорить о Боге. Вся слава Ему! Благословен Бог! Это выражение апостол Павел, не только Петр, часто употреблял также в своих посланиях. Например, в послании к Ефесянам, также в первой главе, первые стихи начинаются с этих же слов. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Благословен Бог! Братья и сестры, благословен, то есть обладающий, обладающий наивысшим благополучием, абсолютным благополучием и абсолютным счастьем. И не знаешь, как еще, братья и сестры, не хватает нам слов, чтобы сказать, как благословен Бог. Это слово говорит Его об абсолютной полноте всех Его благ, всех Его духовных совершенств, потому что Он Бог всякого милосердия, Он Бог абсолютной любви, Он благословенный. Когда-то первосвященник Иисусу Христу задал вопрос, ты ли Сын благословенного, могущественного, великого, славного Бога, ты ли Сын Его? И Христос мог сказать, да, иначе быть не может. Ты говоришь точно так, это имеет значение. Сын благословенного, всемогущего Бога. Братья и сестры, это выражение употребляли великие пророки Ветхого Завета. Они так обращались к Богу. К сожалению, как мало я слышу молитв на наших собраниях, которые бы начинались такими прекрасными, возвышенными словами, которые бы вводили нас в присутствие могущественного Бога, которые вводили бы нас в Его благодать, в Его совершенство. Вот и эти слова, которые позволяли бы нам ближе соприкоснуться нам с величием нашего Господа. А пророки, братья и сестры, великие мужи древности, они к Богу обращались такими словами. Привожу пример. Первая книга про Липоменон, 29 глава, 10 стих. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, «Благословен Ты, Господи, от века и до века». Вот молитва Давида, Псалом 27, 6 текст. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих». «Благословен Господь». Благословенный Бог благословлял людей. А благословение Господне имеет очень большое значение. Благословенны те люди, кого благословил Господь. Вообще, братья и сестры, я думаю, что слово «благословен» в абсолютном совершенстве относится только к Богу. Как слово «свят» Господь, святой, Бог, это Его абсолютное совершенство. Такими святыми мы быть не можем, потому что абсолютно свят только Господь. Но уподобляться Богу мы должны. «Будьте святы», Господь говорит, «как я свят». Благословенный Господь, Он благословляет, то есть наделяет счастьем, наделяет благополучием людей. Благословить, слово «благословить» имеет несколько значений. Первое – это наделить счастьем, наделить благополучием, покровительствовать. Братья и сестры, я никого не могу наделить счастьем, я никого не могу сделать благополучным, абсолютно благополучным. Я могу помочь, я могу оказать какую-то услугу. Братья и сестры, я могу с духовной стороны сделать человеку добро, помолиться за него, дать добрый совет, материально помочь – это я могу. Но сделать человека счастливым – это я не в состоянии. Это делает только Бог. Он дает абсолютное благополучие и счастье. Слово «благословить» имеет и другое значение – пожелать добра, напутствовать, воздать благодарность. Это мы можем. И, в общем-то, Писание нас учит, чтобы мы могли благословлять, благословлять друг друга, напутствовать, пожелать добра, пожелать хорошего, воздать благодарность. Желать благословения – это не только желать получить напутствие, не только иметь пожелание в свой адрес, а получить добро. Братья и сестры, а наделить добро может Господь. Люди, живущие в Ветхом Завете, от благословенного Бога желали получить благополучие и напутствие хотели иметь и доброго расположения к себе от Бога. Я привожу пример. Давид. Это вторая книга царств. Седьмая глава, двадцать девятый текст. «И ныне начни и благослови дом раба Твоего, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным вовеки». Братья и сестры, сегодня прозвучала мысль в проповеди, а кто бы из нас не хотел благословения? Братья и сестры, все мы хотим. И я уверен, что каждый раз, склоняясь на колени, утром, днем и вечером, мы произносим это слово в своей молитве. «Господи, благослови». «Господи, пошли благо! Надели меня Твоим благополучием и духовным, а может быть и материальным». Так мы молимся. Братья и сестры, этого хотим. И Бог благословляет дома наши. Братья и сестры, Он удивительно благословляет. И даже другие могут это заметить. Однажды Давид пожелал перенести ковчег Божий в Иерусалим. Он не очень подготовился к этому серьезнейшему шагу. И кое-что в своей жизни упустил. Так бывает, братья и сестры, даже богобоязненные люди, любящие Бога, в практической жизни иногда делают оплошности. И где-то, может быть, перестают бодрствовать и впадают в искушение. Так было с Давидом. Братья и сестры, все хорошо. Он царь. Он пророк Божий. Его любят. У него хорошее желание. Но что-то где-то притупилось в его сознании. У него доброе желание перенести ковчег Божий. Но Бог был святым, и таким остается всегда. Он был благословенным, и таким остается. Братья и сестры, и если Господь что-то сказал, надо поступать так, как говорит Бог, чтобы не лишиться Божьего благословения. Давид, братья и сестры, где-то, я не знаю почему, но не учел, как Бог относится к своим святыням. Поставил на колесницу ковчег Божий и под шум оркестра с большой радостью перевозил его в Иерусалим. А Богу это не понравилось. Не так Он заповедовал относиться к своим святыням, которые имели такой серьезный прообраз для Нового Завета. Так поступать нельзя. Давид сделал грубейшую ошибку, братья и сестры, и Бог проявил свою святость. И Оза упал пораженным во время движения колесницы. И написано, и Давид устрашился Господа. Как войти к ковчегу в дом мой? Как? Братья и сестры, и Он повернул ковчег в дом Авидара. Авидар ковчег принял. У него отношение к ковчегу было другим. У Авидара и его домашних так похоже. Братья и сестры, и мы читаем, и благословил Бог дом Авидара. И благословил все, что у него. А это значит, благословил его жену, благословил его детей, благословил его слуг, благословил все его имение. Написано, и услышал Давид. Братья и сестры, когда Бог благословляет, становится слышно. И услышал Давид. И как ему захотелось Божьего благословения. И он тщательно подготовился для того, чтобы перевести ковчег Божий из дома Авидара в свой дом. Или в Иерусалим, чтобы получить Божье благословение. И хорошо подготовился, чтобы это сделать правильно. И Бог Давида благословил. Братья и сестры, благословение Господне имеет большое значение. И когда это благословение почивает в наших домах, оно отражается и на наших детях. Оно отражается на нашем даже бытовом уровне. И входящие в наш дом могут это заметить. Как-то я подошел к одной сестре в нашей церкви. А я уже и подзабыл, как она пришла в нашу церковь. Она уже давно член церкви. И я говорю, а как ты пришла к Господу? Я что-то и подзабыл. Она говорит, а вот вы меня и не помните, Геннадий Сергеевич, а я же в вашем доме была. Я говорю, а я чего-то никогда об этом и не знал. А когда? Она говорит, я работаю на скорой помощи и до сих пор работаю. Фельдшером. И вот вызов. И я приехал к вам в дом. У вас Филипп руку сломал. Я говорю, да, такой случай был. И я к вам приехала. И вы знаете, мне никто о Христе не говорил. Я вот приехала в этот дом, и я, говорит, почувствовал, что я попала, но не в такой дом, как я бываю везде. Я сразу же поняла, что здесь люди какие-то необычные. И я поинтересовалась, что за люди. И узнала. И я пришла к вам в церковь. И вот я у вас членом церкви. Братья и сестры, я даже не знал. Я даже удивился. Да нам было не до проповеди. У меня мальчик кричал со сломанной рукой. И мне показалось, нам казалось, что в доме это все плохо. Все плохо. И мне казалось, что и у нас не очень-то, и хорошо все устроено. И так бывает. Братья и сестры, но я знаю, что Господь живет в моем доме, потому что мы любим Бога, Ему служим. И где-то это отражается, братья и сестры, по всей видимости. Мне так думается. Мы-то вроде бы как бы и не замечаем. Но все-таки люди могут судить. Братья и сестры, когда Бог благоставляет, наши домы, они благословенными являются и должны такими быть. в первой книге про Липоменон, в 17 главе мы читаем такое слово. Ибо если ты благословишь, то будет он благословен вовеки. Если ты благословишь, братья и сестры, вот этого добра, блага, желали праведники, братья и сестры, и у Бога выпрашивали благословение. И благословенный Бог наделял благополучием, наделял счастьем, и люди могли иметь Божье покровительство в своей жизни. Книга Бытия, 32 глава, мы читаем 26 текст. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Братья и сестры, я удивляюсь, как люди желали получить Божьего благословения. Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Братья и сестры, я оказался однажды в такой же ситуации. Ко мне приехал брат, это было давно. Это был второй человек, который уезжал в Америку с нашей церкви. Я был уже ответственным пресс-фитером. У меня был опыт, как отпускали в Америку, никого не благословляли. Я это видел сам. Первую пару, я имею в виду семейную, отпускал не я, у нас был другой пресс-фитер. И они просили благословения, и он им не дал. Уезжаете вы вопреки воле Божией, и вас неблагословим. И они уехали обиженные и огорченные. Братья и сестры, вот такой мой был опыт. И я слышал, как отпускают в Америку. И вот ко мне приехал брат. Ну, он постарше меня, но с нашей молодежи. А я уже пресс-фитер церкви. И он мне говорит, Геннадий, я уезжаю, и вся моя семья, завтра собрание, ты меня благословишь? Я говорю, нет. Я тебя не благословлю. А он так помолчал, помолчал, а потом говорит, я сейчас вцеплюсь в тебя, как Иаков в ангела, и не выйду с твоего дома, пока ты меня не благословишь. Братья и сестры, но меня этим не возьмешь. Но я тоже такой был еще не обтесанный. Я говорю, бесполезно. До утра будем, до собрания, благословения не получишь. В моем доме не получишь благословения. Ты уезжаешь вопреки воле Божией. Братья и сестры, и вдруг вот его такое, знаете, чувство напора, прекратилось. Он вдруг сжался, весь в комочек такой, и чуть не плачет. И вот мы сидим и молчим. Он и говорит мне, Гена, а ты желаешь мне добра? Я говорю, желаю. Во, говорит, завтра пожелай мне добра. Я, говорит, не знаю, правильно ли я делаю или неправильно. Может быть, я делаю ошибку, но я думаю, что поступаю правильно. Я с Богом этот вопрос решал. Я думаю, что я поступаю правильно. Но если я поступаю неправильно, это же я пожну, не ты. Я. А ты пожелай мне добра, чтобы, может быть, даже в моем неправильном поступке Бог милость мне оказал. Пожелай мне добра. Братья и сестры, а пожелать, а благословить, это не только наделить счастьем, а это и напутствовать, и добра пожелать. Я глубоко задумался. Братья и сестры, он меня так озадачил, что я начал мыслить. И мы сидели и молчали, и смотрели друг на друга. Завтра собрание, и завтра он перестанет перед церковью. И вдруг я ему говорю, меня, знаете, как будто озарило. Я тебя благословлю. И не только я, а вся церковь. Скорее всего, мы пожелаем тебе блага и добра. Не знаем, как тебе будет, хорошо или плохо, но мы тебе добра пожелаем. Братья и сестры, вот что значит благословить. Иногда наши дети или наши братья, или сестры, родственники наши, поступают неразумно, неправильно. Мы видим, какую делают они ошибку. Братья и сестры, как плохо, что мы не даем им благословения. Мы не желаем им добра. Братья и сестры, а может было бы лучше при их ошибке пожелать все-таки блага, чтобы в этих, может быть, оказавшихся сложных условиях плохо совсем им не стало. Потому что наше благословение, оно все-таки может сопровождать их. И вы знаете, братья и сестры, я ни разу не пожалел, что мы благословили семью. Ни разу не пожалел. Мы потом поступали так всегда. И вы знаете, у нас уехала не одна семья. Одни рады, другие нет. Братья и сестры, но мы всех благословляли. Мы всем пожелали добра и благополучия, и Божьей охраны, и Божьего покровительства. Братья и сестры, наша позиция, она должна быть такая, благословлять. Даже когда нас не просят, а проклинают, в ответ мы должны благословить. И я думаю, благословенные Богом люди, они так должны поступать в своей жизни, благословлять. И чем больше мы благословляем, братья и сестры, тем больше у нас будет и побед, и радости в жизни. И тем больше будет благополучия в наших семьях, в наших домах, в домах наших братьев и сестер, и в домах наших детей, когда мы благословляем. Братья и сестры, я однажды на эту тему беседовал в одном городе. В общем-то, тема у меня была благословение и проклятие. Я беседовал очень долго с церквью, и один брат ко мне подошел, говорит, Геннадий Сергеевич, как я вам благодарен. Я всегда детей только ругал. Я их наставлял. Они были послушны в детстве. У меня большая семья. Они выросли, все разбегаются из дома. Я пересмотрел свои отношения. Как мало я своих детей поощрял, как мало я их благословлял. Братья и сестры, а мы-то сами очень хотим благословения Господнего. Братья и сестры, разве мы мало делаем ошибок? Разве Господу всегда приятно смотреть на нас, на наши ссоры друг с другом, на зависть, недовольство, склоки, ябеды, обиды и тому подобное? Разве Богу приятно на все это смотреть? Разве Он нас не благословляет? Братья и сестры, при всех наших, я удивляюсь, не совсем корректных поступках, Бог нас благословляет. Я думаю, что все люди, без исключения, они благословляются Богом. Я однажды был в Америке, было очень большое общение, было много людей, но и как сегодня дали возможность задавать вопросы. Я кончил проповедовать и говорю, у кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И вот с задних рядов очень громко один брат говорит, Геннадий Сергеевич, скажите, пожалуйста, а Бог Америку благословляет или нет? А я знаю, что в Америке наши братья одни ее ругают постоянно, ругают все, начиная от правителей, от порядков, неустройств церковных и бытовых, а других валят. И люди делятся там. Я посмотрел на всех и говорю, благословляет. Бог Америку благословляет. Бог благословляет не только Америку, Он и Россию благословляет. Он благословляет и Европу, и Азию, и Австралию. Бог благословляет вообще всю землю. И я вам докажу это. Мне нетрудно. Только потому, что нас Бог благословляет, братья и сестры, мы с вами живем. И вообще существует земля. Если бы не Божье благословение, ведь земля полна свидетельств об этом. Иисус Христос говорит, Бог посылает дождь на злых и добрых. Разве это не благословение Господне? Земля произращает плод для нас с вами. И люди питаются от плодов земли самые негодные, живущие на этой земле. Разве это не благословение Господне? Братья и сестры, Бог посылает из солнца свое и на злых и на добрых. В этом благословение Господне. Он, не стирая с лица земли людей нечестивых, Он ждет, чтобы все пришли к Нему с покаянием. В этом и выражается Божье благословение. Он благословляет народы. Братья и сестры, но сегодня я хочу говорить об особом благословении благословенного Бога. Есть всеобщее благословение для всех людей и все люди, доживая вот свой Богом определенный срок, этими благословениями пользуются и сыты, и одеты, и живут в устроенных домах и тому подобное. Братья и сестры, а есть благословение Господне как награда. Награда за труд и награда за отношение к благословенному Богу. Это нечто другое. Вот об этом мне хочется сегодня сказать. Я хочу привести один библейский пример. Это как раз, ну как бы сказать, в контексте с тем стихом, который я прочитал из 111 Псалма. «Благословен муж, боящийся Господа, крепко будет на земле семья его, род правый благословится, обилие богатства в доме его». Братья и сестры, здесь не только материальные богатства, Бог богат духовными благословениями ими наделяет нас. Хотя может и дать и богатство земное, братья и сестры, все в руках его, но кого-то он наделял и земным богатством. Таким был Иов. Таким был Иов. И мы читаем о нем такие слова. Это оценка Бога. Нет такого, как он на земле. Человек, послушайте внимательно, непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Братья и сестры, вот Иов вобрал в себя такие прекрасные, замечательные качества, которые высоко ценит Бог. Непорочен, справедлив, удаляющийся от зла и богобоязнен. А кому об этом говорил Бог? Братья и сестры, а Бог об этом говорил нашему противнику, дьяволу. У Бога на земле человек непорочный и справедливый. Вы знаете, я удивляюсь, как мгновенно ориентируется дьявол. Я просто удивляюсь. Он не повторяет полностью слова Божии. Он не повторяет. как он метко все подмечает и бьет в цель свою. У него мгновенно созревает план против Иова. Мгновенно. Коварнейший план против благословенного человека, имеющего абсолютно, не абсолютно, а Божье благополучие от абсолютно благополучного Бога. И он говорит Богу. Обратите внимание, он как бы не все берет в расчет, как бы не все хорошее замечает в Йове, а бьет по самому главному. Разве даром он богобоязнен? Братья и сестры, сатана попадает в цель. Он знает, это самое лучшее качество, качество, которое особо ценит Бог. Богу нравятся люди справедливые. Братья и сестры, даже в мире есть люди справедливые, но они Бога не боятся. Вы помните, Христос однажды привел пример о таком человеке. В одном городе жил судья, но судья должен быть человеком справедливым. Раз он занимал такой пост, возможно он таким и был, который сам о себе говорил, я Бога не боюсь и людей не стыжусь. Братья и сестры, и он Бога не боялся. Можно быть справедливым и Бога не бояться. Можно быть и честным. Я встречал таких людей, за что меня будет Бог судить? Никого не убил, не воровал. Я человек честный. а знать о Боге не хочет. Братья и сестры, мне думается, самое ценное качество, которым может обладать человек, это страх Божий. Все важно, все хорошо, но Бог ценит больше всего страх Божий. В общем-то, братья и сестры, мне не трудно подтвердить эту мысль. Нетрудно. В книге Бытие в 22 главе мы читаем такие слова. Я благословляя, благословю тебя и умножая, умножу тебя. Братья и сестры, это Бог говорит Аврааму, он его назвал своим другом. Никому так Бог не говорил, ни одному человеку, как Аврааму. Мною клянусь, Авраам, мною клянусь, так как ты сделал это, посмотри на звезды на небе, посмотри на песок на берегу моря, такое у тебя будет потомство, потому что ты, я теперь знаю, боишься Бога. Ты боишься Бога. Я знаю, братья и сестры, это так говорит Бог, и Богу это сильно понравилось. И в Аврааме это было самое хорошее качество. Братья и сестры, он был человек верующий, он поставлен нам в пример как человек верующий. Братья и сестры, а его сердце было наполнено страхом перед Богом. Страх, братья и сестры, это то качество, которое приближает человека к Богу, это то, что удаляет человека от зла. Если человек боится Бога, братья и сестры, он не протянет руку на зло. Когда Иосиф похоронил своего папу, к нему подошли его братья. Они все пали перед ним и говорят такие слова, отец твой перед смертью завещал, не вспоминай то, что сделали рабы твои, не вспоминай. Братья и сестры, Иосифу сделали страшное зло. Писание говорит, в железо вошла душа его, это когда бросили его в львиный ров, простите, в ров бросили, а потом продали в Египет. В железо вошла душа его, как страдал он в тюрьме. годы прошли. Иосиф сделался уже человеком пожилым. И вот пришли к нему братья, не помяни грех рабов твоих. Иосиф заплакал. Братья и сестры, и он самый сильный аргумент привел в доказательство того, что зла он им не сделает, он это зло не помнит. Он говорит, не бойтесь, братья мои, не бойтесь, я боюсь Бога. Братья и сестры, страх перед Богом он отвращал Иосифа от зла. Вот почему он в доме Патифара вел святой образ жизни. Вот почему Бог имел с ним общение в тюрьме, когда он находился, потому что Иосиф Бога боялся. От юности и до глубокой старости он боялся Бога. Поэтому грех не делал. Братья и сестры, я хочу сказать, сегодня как-то утратился страх Божий в народе Господнем. Почему нам много приходится увещевать сегодня друг друга молодежь и убеждать их и уговаривать, иногда просто стращать или даже пугать наказанием. Почему люди Бога не боятся или очень мало боятся Бога. Братья и сестры, а страх Божий вещь великая. Что же такое страх Божий? Что же такое? Братья и сестры, страх Божий это то глубочайшее почтение перед Богом, которое основывается на любви к Богу. и в этой любви Божье дитя признает себя ничего не значащим перед Ним. В благоговении и смирении склоняется в глубокой почтительности, сознавая свое ничтожество и могущество Бога, перед которым становится на колени. Такое отношение к Богу имели святые Божьи человеки, движимые Духом Святым в прошлом. Такими были и апостолы, братья и сестры. И о страхе Господнем можно сегодня говорить много о том страхе, о котором сказано в Новом Завете. Я далеко не все тексты Святого Писания сегодня вам процитирую, но все-таки какие-то вспомним в нашей беседе. Послушайте, что говорит Библия о Боге нашем. Псалом 113 стих 7 при лицом Господа трепещи земля, при лицом Бога Иаковлева. Псалом 118 Трепещет от страха твоего плоть моя и судов твоих я боюсь. Братья и сестры, эти стихи сильно впечатляют, Авакум был пророк Вадим и Духом Святым, но какое у него было благоговейное отношение к Богу, и он Бога боялся. Пророк Авакум мы читаем «Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои». Братья и сёстры, страх Божий это не смущение и не испуг и не дикий ужас. Это всё испытают люди неверующие. когда Бог будет судить людей, они будут в страхе и ужасе. Страх Божий у народа Господнего есть нечто другое. Это то святое благоговение, которое исходит от сознания того, кто есть Бог и кто есть Я. Братья и сёстры, мы читаем, апостол Павел цитирует послание к евреям замечательные слова, сказанные однажды Давидом. Кто есть человек, что ты помнишь его? Что же он из себя представляет? Давид был несомненно человек великий и славный. Братья и сёстры, а как он о себе судил? Я удивляюсь, каким маленьким и ничтожным он выглядел в своих глазах, когда говорил о Боге. Как трепетал Давид перед Богом, братья и сёстры, как он благоговел перед Богом, как восхищался Господом, как Его прославлял, мы об этом можем читать в его Боговдохновенных псалмах и удивляться. Давид Бога боялся, как и боялись патриархи Авраам, Исаак и Яков и ходили перед Богом в благоговении, что сегодня не хватает нам с вами. Братья и сёстры, когда мы познаём Бога как абсолютного вечного Создателя, как Господина всей Вселенной, Бога святого, могущественного, славного, совершенного в любви, милости, праведности, пред которым ангелы закрывают лица свои и говорят «Свят, свят Господь!» Слов, братья и сёстры, невольно начинаешь восхищаться Богом и благоговеть перед Ним. Вы знаете, как пели спасённые люди, убелённые в белой одежде, находящиеся на небесах, Иоанн увидел этих людей. Они, прославляя Господа, говорили «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Когда человек поймёт, кто и что есть Бог, тогда он научится, я думаю, его бояться. Братья и сёстры, человек боящийся Господа, он не боится людей. И наоборот, люди, которые Бога не боятся, они боятся людей, боятся обстоятельств жизни и тому подобное. Давид в 55-м псалме пишет «На Бога уповаю, не убоюсь, что сделает мне человек?» Братья и сёстры, здесь Давид весьма смелый, а пред Богом трепетал, Бога боялся. «Почему надо бояться Бога?» «Братья и сёстры, надо бояться Бога, потому что Он Бог, всемогущий, могущественный и славный. Познавая Бога, невозможно не бояться Его, невозможно, братья и сёстры. Мне однажды в Америке предоставилась возможность быть во всемирно известной обсерватории. Эта обсерватория находится высотой над уровнем моря в 4,5 километра. Это самая большая вершина гор, на которую можно подняться на машине. Братья и сёстры, я иногда бываю человеком любознательным. И мне предоставилась возможность, я говорю, братья и дорогие, свозите меня на эту гору, я хочу побыть в этой обсерватории. Там учёные со всего мира наблюдают за светилами небесными. И в этой обсерватории можно в определённые дни побыть внутри и посмотреть на звёзды. Я говорю, свозите меня туда. И меня свозили. Я поднялся на высокую гору. Внизу была страшная жара, там был сильный холод. Вы знаете, когда я вышел с машины, мне было тяжело. Я даже удивился, как люди там могли дышать и там могли работать. Как было нелегко. облака внизу, а мы на высокой горе и громадных три здания вошеною почти зятиэтажные дома. Братья и сёстры, там громаднейшие телескопы и там учёные со всего мира наблюдают за всей вселенной. Нам там прочитали интересную лекцию и мне пришлось понаблюдать движение планет, но в определенном фокусе. Как было красиво. Братья и сёстры, как красиво наши звёзды во вселенной движутся. Как красиво. Мне даже казалось, какая-то мелодия от этого исходит. Как всё красиво. Каждая звезда имеет свой путь. Всё вертится вокруг своих солнц. Братья и сёстры, некоторые вещи там услышал впервые, хотя кое-что знал. Кое-что знал. Вы знаете, что в одной галактике учёные сейчас насчитывают миллиард звёзд. Миллиард звёзд. Это колоссальная цифра. Одна галактика миллиард звёзд. Братья и сёстры, наша солнечная система небольшая. У нас в нашей солнечной системе всего восемь планет. Но наша галактика, в которой мы с вами живём, она прекрасная. Но таких солнечных систем в нашей галактике множество. И каждая планета вертится вокруг своих солнц и тому подобное. И как всё красиво. в определённом ритве, в определённом направлении всё движется и крутится, ничего не стоит. Как будто, знаете, прекрасный хоровод во Вселенной звучит из светящихся звёзд. Есть такие большие звёзды, что наша земля, братья и сёстры, она такая маленькая, если её приблизить к солнцу, она сгорит и минуты не пройдёт времени. Наша земля, если её приблизить к солнцу, почти мгновенно сгорит. В 1954 году открыли такую звезду под именем Билтехаус. Учёные посчитали её такой громадной. Если её приблизить к нашей галактике и её между Солнцем и Землёй поместить, то она одним концом коснётся Солнца, а другим концом Земли. это звезда в нашей галактике. Братья и сёстры, когда учёные, это 1954 год, посчитали, какая громадная звезда. Братья и сёстры, а расстояние от Солнца до Земли колоссальное. Если луч света со скоростью 300 тысяч километров от Солнца до Земли 8 минут летит, братья и сёстры, то можем сразу же просчитать, какое колоссальное расстояние от Солнца до Земли. И вот эта звезда, братья и сёстры, и считалось, что она большая. Сейчас есть гораздо больше звёзды, которых открыли. Я там узнал, знаете, что для себя новое? Вот в этой обсерватории, что таких галактик во Вселенной насчитывается миллиард. Миллиард. Братья и сёстры, представьте себе, миллиард галактик, и в каждой галактике миллиард звёзд. Да что же есть я? Что есть наша Земля и даже наша галактика по сравнению с всем могущим Богом, который управляет абсолютно всей Вселенной, и всё содержится его могущественным словом? Он сказал, так и сделалось, повелел и так явилось. Братья и сёстры, это наш Бог, который управляет всеми галактиками, и здесь даже две малые птички, которые продаются за два осаря, они у Бога не забыты. А Христос говорит, и даже волос, который падает с вашей головы, он Отцу Небесному известен, и нет воли Божьей, чтобы пропало что-то. Братья и сёстры, я удивляюсь могуществу Бога, он проницает абсолютно всё, поэтому Давид и говорит в восхищении, а куда я пойду от Духа Твоего, куда укроюсь, какой могущественный и великий Бог. Братья и сёстры, и там я узнал ещё удивительную вещь, я об этом никогда не слышал, что сейчас учёные открыли звезду величиной с галактику, величиной с галактику, такую звезду открыли, вы представляете, какие колоссальные расстояния во Вселенной, и Бог управляет всем, у Него есть престол, откуда Он не только судит, а управляет всей Вселенной, и ангел своих посылает, Ему небезразлично, братья и сёстры, судьба Вселенной, Он и за звёздами наблюдает, и Он их всех по имени называет, это таков Бог, какой Он величественный, могущий и славный, да кто ж не убоится тебя Господи, так вот поэтому начинаешь понимать ангелы, смотря на славу Божию, они восхищаясь, говорят, свят, свят Господь Слов, братья и сёстры, а что удивительно, наш мозг, вот этот маленький мозг в моей голове и вашей, а вы знаете, что клеток в мозгу больше, чем звёзд во Вселенной, это учёные сейчас говорят, как это может быть? Как? Братья и сёстры, а учёные говорят, это так, и я верю, братья и сёстры, и Бог всё сотворил, дивно ты всё устроил, какое чудо человек из себя представляет, поэтому Давид и восхищаясь о Боге и говорит, что из себя и человек представляет, славою и честью ты увенчал его, немного умолил его пред ангелами, на короткий промежуток времени, братья и сёстры, всё пройдёт абсолютно, мы войдём в славу Божию, великого Бога и Творца, где ангелы в благоговении стоят перед ним и восхищаются делами рук его. Братья и сёстры, когда мы познаём Бога, невольно встаёшь на колени перед ним в благоговении и в восхищении говоришь, благословен Бог, благословен, иначе быть не может, поэтому и молитвы наши такими начинаются, братья и сёстры, когда мы восхищаемся Бога, Богом и благословляем Его, то есть не наделяем счастьем и благополучием, а благодарим, выражаем благодарность и словословием нашего Бога, что и должно быть в нашей жизни. Братья и сёстры, бояться нужно Господа, потому что это угодно Ему. Мы читаем Псалом 146 «Благоволит Господь к боящим сего, к уповающим на милость Его». Братья и сёстры, бояться Бога – это Его заповедь. В книге «Колеса» с 12 главе мы читаем наставление такое «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Вот это самое главное. Бога бойся. А раз Бога бояться будешь, и заповеди Его, а как будешь нарушать? Братья и сёстры, я уверен, кто Бога боится, он будет заповеди Его соблюдать. Для боящихся Бога очень много обетований. Братья и сёстры, и вот на этом я заострю наше внимание. Как я уже сказал, Бог-то всех благословляет, а вот благословенный Бог очень много дал обетования тем, которые Его боятся. Мы читаем в книге «Второзаконие» «Ой, если бы сердце их было таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовеки». Если я хочу, чтобы было мне хорошо и сынам моим, Бога надо бояться. Бог такую заповедь оставил. Братья и сёстры, А Давид говорит «Придите, дети, послушайте, страху Господню научу вас». Вот чему Давид хотел научить своих детей «Страху Божьему научу вас». Братья и сёстры, оказывается, можно учить страху Божьему. И когда мы раскрываем Бога со стороны Святого Писания, дети научаются Бога бояться. Да и мы с вами учимся ходить в благоговение. Я прочитал 111-й Псалом. Братья и сёстры, у меня будет к вам пожелание. Там всего 10 стихов. Вы учите наизусть. Ну, особенно молодёжь. Вы учите наизусть. Там Божье обетование. И смотрите, как он хорошо начинается. Благословен человек, боящийся Господа. Вы хотите быть благословенными? Бога бойтесь. Сильно будет на земле семя его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме его. Правда его пребывает вовек. Братья и сёстры, это человек, боящийся Господа. В 31 главе книги притч сказано об очень хорошей женщине. Ну, она вообще замечательная. Цена её выше жемчуга, писание говорит. А знаете там о какой женщине говорится? Миловинность обманчива и красота суетна, а жена боящейся Господа достойна хвалы. И цена её выше жемчуга достойна хвалы. Я бы всем сёстрам пожелал быть таковыми. и цена ваша будет высока. И в глазах ваших детей, и в глазах ваших мужей, и в глазах церкви, если вы боитесь Бога. Страх Божий он приводит к послушанию, а послушание приводит к благословениям. Как я уже процитировал один текст и как дополнение в книге Второзакония в пятой главе мы об этом можем прочитать «Дабы хорошо тебе было». Для того, чтобы быть послушным, надо знать Его Слово. А для этого нужно изучать и исполнять то, что написано. Псалом 118-й. Братья и сёстры, послушайте слова Давида. «Сердце моё боится Слово Твоего». Давид был человеком бесстрашным. И льва и медведя поражал раб твой. Это был сильный человек, братья и сёстры, а он трепетал пред Словом Божиим. Какое наше отношение к Слову Господнему? Братья и сёстры, оно выражается и внутри, оно должно быть и снаружи, наше отношение к Слову Господнему. Я был в одной церкви. Братья и сёстры, и я смотрю, микрофон стоит на Евангелии. Мне это страшно не понравилось. Я вам откровенно скажу. Я молча вытащил микрофон, отставил микрофон, взял Евангелие и отложил его в сторону. И одному брату сделал замечание. Говорю, некрасиво микрофон на Евангелие ставить. Это что, подставка? Братья и сёстры, я снова по случаю оказался в этой церкви. Смотрю, та же самая картина. Но я это заметил уже издалека. Я подозвал одного брата и говорю, брат, дорогой, я хоть у вас гость, но я сделаю замечание. Нехорошо. Разве можно на Слово Божье микрофон ставить? Вы как-то ориентир имеете? Я сделал этому человеку замечание одному. Братья и сёстры, как я поразился, когда приехал в третий раз и увидел ту же самую картину. Я ничего не сказал. Я встал за кафедру, поднял Евангелие и говорю, а теперь я скажу при всех. Если ещё раз приеду в вашу церковь, это замечу, я не пощажу. это что за порядки? Если вы не понимаете, когда я лично говорю, я буду говорить при всех. Разве так можно? Что за отношение к Слову Божьему? Может быть, поэтому вы тут и страдаете от других вопросов? Братья и сёстры, я очень строго их выговорил, выговорил при всех. Я недавно там опять был, хорошая подставочка, Евангелие на подсчётном месте, и я порадовался. Но мне грустно, что меня послушали, когда я строго облечил всех, всю церковь. Братья и сёстры, к Слову Божьему надо относиться с благоговением, и у нас в сердце должно быть особое почитание к Богу. Мне не нравится, когда на Библии пыль, если у нас Библия дома лежит на столе. Братья и сёстры, и в духе у нас правильное отношение к Слову Господню должно быть. И то, что напечатано и написано, мы держим в руках бережно хранить. Считаю это своей обязанностью. Давид говорит, мы с вами здесь прочитали, сердце моё боится Слова Твоего. Братья и сёстры, а кто перед Словом Божьим трепещет, он трепещет и перед Богом. А для того, для этого человека и Божьи обетования. Мы читаем в книге притч, кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздаётся. Бояться Бога, это бояться заповеди его нарушать. Бояться Бога, это трепетать перед Его Словом, это в благоговении относиться к Слову Божьему. Братья и сёстры, нельзя смеяться над Словом Божьим. Я встречаю сегодня людей, которые и Слово Божие посмешище делают, какие-то увеселительные шутки у них, когда они вспоминают о каких-то ситуациях из жизни пророков или может быть даже и не с очень хорошей страны. В Библии описаны те или другие события. Братья и сёстры, это на смех как-то поднимают. Мне не хотелось бы просто приводить примеры, потому что мне даже противно об этом говорить, потому что сегодня даже как анекдоты делают из тех или из других библейских каких-то ситуаций. Нельзя это делать. Смеяться над Словом Божьим это кощунство. Смеяться над людьми, о которых говорит Слово Господне, братья и сёстры, это не уважать Бога. Это вызывать Его гнев на себя этого делать нельзя. У нас должно быть глубочайшее благоговение перед Словом Божьим, перед всем, что написано в Святом Писании. Псалом 94-й. Кто есть человек боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Братья и сёстры, перед нами часто стоят вопросы, что делать? Что делать? Подходит ко мне одна сестричка. Она говорит, мне сделали предложение. Ну, я говорю, хорошо. Геннадий Сергеевич, что мне делать? Я говорю, тебе сколько лет? Она говорит, 17 лет. Ну, я говорю, будет 18, замуж, выходи. Она говорит, знаете, что? Да дело в том, что мне ещё один человек подошёл и сделал предложение. Как быть? Вот так задача. Братья и сёстры, я должен дать совет. Кто боится Господа, укажет он путь. Часто такие вопросы встают перед нами. Братья и сёстры, иногда простые, но важные, жизненные вопросы. Бывают сложнее. Бывают сложнее. ко мне приехал один брат. Братья и сёстры, он приехал издалека. Он добирался несколько суток. Он узнал, когда я буду в Петербурге. Он приехал на пол дня задать мне один вопрос и спросить, что мне делать? Что мне делать? Братья и сёстры, иногда бывают судьбоносные вопросы, и человек даже не знает. Геннадий Сергеевич, скажите, что мне делать? Братья и сёстры, конечно, я какой-то ответ дал, но я сам на себе чувствую ответственность, что сказать? А если неправильно? Братья и сёстры, а у нас таких вопросов часто бывает, возникают эти вопросы. Что делать? Кто боится Господа, Бог путь укажет. Я не знаю, как, братья и сёстры, через слово, через сон, через братский совет, Бог укажет, что делать? А если человек Бога не боится, а потом, Господи, что делать? А Бог молчит. А Бог молчит. Братья и сёстры, а такое может быть? Саул потерял страх Божий и наделал столько недобрых дел, что когда потом просил Бога, а Бог молчал. Братья и сёстры, если Бог замолчит, как страшно, и не даст ответа, что делать? Но если человек боится Бога, братья и сёстры, этого обетования, Бог скажет, что делать, и Он поможет. Вторая книга царств, седьмая глава, правда, я этот уже стих цитировал, благословениями твоими соделается дом, раба твоего благословенным, это обетование Божие для боящихся Господа. В книге пророка Малахии мы читаем о людях, боящихся Господа, которые друг другу говорят, внимает Господь и слышит, и при лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его, они будут моими. Братья и сёстры, о ком пишется памятная книга о боящихся Господа. Люди многие пользуются Божьим благословением, а Бог отмечает боящихся. Братья и сёстры, и при лицом у Его памятная книга пишется, Он не забудет людей, которые Его боятся, и в своё время они будут стяжать Божье благословение от благословенного Бога, и потомки их будут благословенными. Книги притч мы читаем, да не завидует сердство твоих грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Братья и сёстры, я буду уже заканчивать, хотя мог бы говорить о том, что страх Господень прибавляет дней жизни, вы об этом прочитаете в притчах 10 главе, страх Господень научает мудрости 15 глава притч, страх Господень ведет к жизни, 19 глава притч, страх Господень отводит от зла. В Новом Завете есть Божие наставление через апостола Павла. Посланник евреям в 12 главе апостол Павел говорит, «Итак, приемляет царство непоколебимое, будем хранить благодать и служить Богу с благоговением и страхом. Пусть Господь вас благословит». И мне хотелось бы, чтобы в вашей Московско-Петровской церкви, братья и сёстры, вот была особая хорошая характеристика, чтобы здесь люди были боящиеся Господа, а значит благословенные и на следующее Божьего благословения. Помолимся Богу нашему. Аминь.